Знакомьтесь, Захар Иванович, он же Трехтонка, он же ЗИС-5. Железный ветеран преодолел 6,5 тысяч километров, чтобы поселиться в Иванове. Это новое детище участника клуба ретроавтомобилей Александра Трушина. Машину еще до военной сборки реставратор пригнал из-за Байкальского края. Обменял этого автоветерана на другого, восстановленного собственными руками. У меня договоренность была, я людям пригнал, в музей Оловянный, в культурный центр, я пригнал полуторку, а оттуда забрал у них в музее стояло два ЗИС-5. И вот оттуда я забрал вот этот ЗИС-5, который я, в принципе, я очень рад, что вот эта машина у нас будет в городе, что она будет радовать людей, что на 9 мая это обязательно, это ее праздник. Грузоподъемность ЗИС-5-3 тонны. Захаром Ивановичем этот автомобиль прозвали фронтовики. Прозвище шутливое, но уважительное. Еще бы на своем горбу эта машинка тащила все, от пехоты до тяжелых орудий. Учитывая, что если полуторка, судя по фотографиям военным, никогда полторы тонны не возила, а всегда две, две с половиной и более, то есть надо было возить, надо воевать, надо было поднимать хозяйство, надо было воевать. И Захар Иванович, он где-то 4-5 тонн даже не глядя он таскал. Максимальная скорость 65 километров в час. Зато тихоходный двигатель делал эту машину практически вездеходом. По проходимости Захар Иванович мог бы дать фору многим современным внедорожникам. Машина Александра еще до военной сборки. Сказать однозначно пока нельзя. Год выпуска реставратор узнает в процессе восстановления машины по деталям. Но первый признак – механические тормоза. Пошел потом ЗИС-50, Урал-ЗИС-355, там уже стояли гидравлические тормоза. На этой машине тормоза механические. Это очень-очень важно. На ЗИС-5 нет переднего тормоза. Кабина обшита фанерой и брезентом. Военный тюнинг – все в целях экономии железа и для того, чтобы грузовик стал легче. Материал лиственницы, наши сибирские лиственницы, материал все родное, все сохранилось, все родное полностью. Все за исключением подгнили. Вот я поменял, чтобы кабина основательно не развалилась, и распорка, и все прочее, чтобы довести. Вот даже куски, эта крыша была покрыта дермантином, вот куски дермантина. То есть состояние салона, в принципе, для машины такого возраста? Очень хорошее. Очень хорошее. Все почистим, все заменим. Сейчас машина не на ходу. Долгое время она стояла, как музейный экспонат. Восстановить Захара Ивановича, поставить его на ноги, а точнее на колеса – теперь главная цель реставратора. Это будет непросто. В автомагазинах оригинальных запчастей к нему не найдешь. Я сейчас по интернету, по друзьям, знакомым копателям прошелся, кое-что нашел, что мне надо. Но это опять-таки процесс длительный и процесс финансовый. А учитывая, что пенсия маленькая, и не всегда получаешь то, что хочется. И будем бюджетно, все руками, 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 все. Потому что я делаю практически все сам. Задача сложная, но выполнимая. По словам Александра, для него автоветеран в отличном состоянии. Очень много родных деталей. Нужной литературой реставратор уже запасся. А сама конструкция трехтонки такова, что с ремонтом справится даже новобранец. Даже есть одна книга рембатовская. Это во время войны рекомендации были рембатам, как ремонтировать машины, и чтобы быстрее поставить их в строй. То есть, ну, делали на коленке. Но самое главное, что мы на коленке, но мы выиграли. Восстанавливая автомобиль, Александр восстанавливает историю. Он уверен, машины, которые помогли добыть победу, обязательно должны быть сохранены для новых поколений. Мечта Александра – собрать всю линейку советских автомобилей Великой Отечественной – почти исполнилась. В его гараже блистает ГАЗ-2А – легендарная полуторка. Заводится с полоборота ГАЗ-67. Последний кусочек пазла – Захар Иванович. Сделать так, чтобы фронтовик снова встал в строй – для реставратора теперь дело чести. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.